Всем привет, друзья! Буквально пару дней назад я выпустил видеоролик и рассказывал, почему необходимо пропан-бутан выкатывать с баллона до конца. То есть выдувать так, чтобы в баллоне практически ничего не оставалось. Из-за того, что на дне может скапливаться газовый конденсат. Некоторые называют газолином, но может как-то еще по-другому. Он какая-то маслянистая и вонючая жидкость. Но многие в комментариях начали мне указывать, что я абсолютно неправ. Но почему-то те, которые указывали, что я неправ, не читали другие комментарии, где люди рассказывали, что да, приходилось открывать баллон. И действительно в баллоне была эта жидкость. Но те, которые мне писали в комментариях, что я неправ, доказывали, что 12-15 лет ездили на машине на газу, не всегда выкатывали до конца баллон. И когда открывали баллон, он был чистый. Друзья мои, но вы, если вы слушаете мои видеоролики, то слушайте внимательно. Я в том видеоролике рассказывал, что это также зависит от заправки, от качества газа, какой заливается. Потому что вполне возможно, что вы живете в таких городах, в таких странах, где газ проходит усиленную очистку, где газ более качественный. Это самая первая причина, почему в некоторых газах есть газовый конденсат, а в других газах нет газового конденсата. Но есть еще один момент, о котором мне также упоминали. Это сравнение баллона автомобильного с баллоном бытовым, где у автомобильного баллона трубка забора газа идет со дна, а у бытового паровую фазу снимает. Да, так и есть, конечно же. В бытовом баллоне нет трубки, которая идет со дна. Но, друзья мои, вся проблема в том, что не во всех баллонах газовая трубка, которая является заборником газа в баллоне, доходит до самого дна. Очень часто получается так, что заборник газа в баллоне находится не на самом дне, а чуть выше. И вот в этих случаях как раз и получается место на дне, где собирается этот газовый конденсат. Многие утверждали, что газ колышется. Да, газ колышется и что он вырабатывается. Тогда объясните мне, почему у других людей, которые открывали и видели этот газовый конденсат, он там есть. Если у вас его нет, значит просто у вас он выбирается, или газ у вас постоянно заходит чистый. А если газ плохого качества, то неизбежно будет там появляться. И я вам скажу, что не всегда даже фильтры спасают. То есть вот эта маслянистая жидкость попадает в форсунки, форсунки залипают. Многие выбрасывают из-за этого дорогие газовые форсунки, потому что вымыть от этой жидкости не могут. И это же неспроста. Да, это значит заборник был внизу, газ был некачественный. Газовый конденсат вместе с газом попал по трубопроводам через фильтры в редуктор, а также дошел через фильтр тонкой очистки непосредственно до самих форсунок. Это обычно встречается там, где фильтры устанавливаются без отстойника. Поэтому, друзья мои, не надо судить по себе. Если в вашем регионе хороший газ, хорошие заправки, это не говорит о том, что везде по всему миру хорошие заправки и хороший газ. Существуют такие места, где газ действительно плохого качества. Вот о них я и говорил. Что если на плохих заправках заправляться, на неизвестных заправках заправляться, то есть большая вероятность, что этот газовый конденсат будет накапливаться в вашем баллоне. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все разъяснил. Если этот видеоролик для вас оказался полезным, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok